В 43-й исправительной колонии разгар рабочего дня. Но все заключенные в актовом зале. На сцене выступают активисты всеукраинской сети людей, живущих с ВИЧ. Для осужденных поют песни о дружбе и любви. В репертуаре хип-хоп, романсы и даже французская лирика. Вот в такой брошюрке, по мнению организаторов акции, то, что должен знать каждый. Как передается ВИЧ, как не заразиться и как жить, если уберечься не удалось. Буклеты заключенным раздают заключенные. Александр Безрук в колонии уже два года. Каждую неделю ходит на занятия, которые проводят активисты ЛЖВ. Обязательно нужно, то есть именно и постоянно нужно. Это потому, что люди болеют очень сильно. То есть они даже не знают о том, что они болеют. После мероприятий культурных программа спортивная. Заключенные надевают вместо робфутболки, выходят на поле. Товарищеский матч судят сотрудники колонии. По статистике, в тюрьмах Украины ВИЧ-инфицирован каждый шестой заключенный. Активисты призывают осужденных толерантно относиться к больным, а самим вести здоровый образ жизни. Эти люди рано или поздно выйдут с места лишения свободы. Сейчас Украина занимает первое место по распространению ВИЧ-инфекции. И когда они выйдут, будет ли занимать Украина первое место или не будет, многое зависит от них. Александру Безруку осталось провести за решеткой два года. Заключенный не исключает, что еще вернется сюда. Но уже не по своей вине, а затем, чтобы научить товарищей здоровому образу жизни. Владимир Куриной, Алексей Жучков, Медиагруппа «Объектив».